МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер выпуска новостей – натуральные снеки Эст-Бали Кешью. Новости на восьмом. А значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии Александр Масликов. И вот что случилось в нашем городе к этому часу. Страшный сценарий – пожар в столовой на Ходкинской воспитательной колонии для несовершеннолетних. Это легенда пожарно-тактических учений. Ну, все пожарные, они как бы мужественные, смелые, сильные. Спасают людей. Герои мне их считают. Пополнение прибыло. 14 автобусов, которые закупили городские власти, пришли во Владивосток. Самое главное, что они соответствуют безопасности транспортным средствам. Вот. И они очень удобны для пассажиров. Скорость и качество. Олег Гуменюк оценил темпы строительства Кванториума. На объекте закончены работы по фасаду. Он уже выкрашен, уже есть вывеска. Закончены работы по мягкой кровли. Также в выпуске «Море синее горит». В Тихом океане загорелся консервный цех на одном из крупнейших в мире плавучем заводе «Петр Житников». Еще раз скажем, не угасает не только интерес. Торговый центр «Максим» снова загорелся, а в МЧС объяснили, почему огонь так быстро распространился. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Вблизи острова Итуруп Курильской гряды загорелся консервный цех на одном из крупнейших в мире плавучем заводе «Петр Житников» в компании «Дальморепродукт». Капитан запросил эвакуацию 419 членов экипажа. ГУМЧС России по Сахалинской области пояснила, что причиной пожара стало возгорание тарных материалов в консервном цехе. Загорелась упаковка из гофрокартона. Экипаж плавбазы «Петр Житников» эвакуирует. Как рассказали, в морском спасательном подцентре Южно-Сахалинск рядом находятся 6 судов, которые участвуют в эвакуации. Люди обеспечены довольствием, медики готовы оказать помощь. На борту остается аварийная команда в 50 человек, которая продолжит борьбу за судно. Эвакуация осложняет сильный ветер и низкая облачность, а также волны. К этому часу информации о погибших и пострадавших нет. В МЧС объяснили, почему огонь так быстро охватил торговый центр «Максим», который горел утром в субботу. Решающую роль в быстром распространении огня и долгом процессе тушения сыграли отсутствие противопожарных стен и ветреная погода. Руководитель службы пожаротушения Приморского края Виталий Кривцов опроверг информацию о том, что при пожаротушении была использована вода из ближайшей речки. Кафе в сгоревшем торговом центре «Максим», где он по предварительным данным и начался, пожар надзорные органы не проверяли. Кафе находится в перепланировке и там шли строительные работы. И как стало известно, «Максим» снова начал гореть во вторник, 24 сентября. Пожар обнаружили арендаторы помещений на втором и третьем этажах. При разборе вещей люди заметили тлеющий участок. На место приехали пожарные. Людей из здания эвакуировали и пролили тлеющий участок еще раз. Тем временем на встрече представителей администрации края, сотрудников МЧС, бизнес-омбудсмена и собственников с предпринимателями, арендовавших площади, было сказано, что никто не будет забыт. Директор торгового центра пообещал, что все обязательства перед арендаторами выполнят в полном объеме. Будут возвращены платежи и обеспечительные взносы и арендаторам, и субарендаторам объекта. Пожар случился в столовой на Ходкинской воспитательной колонии для несовершеннолетних в поселке Врангель. Двое ребят пострадали. Такова легенда пожаротактических учений. Подробности у Светланы Садовой. Пожар в столовой, который не удалось потушить самостоятельно. Больше 30 человек успели вывезти из корпуса, а вот двоих не нашли из-за сильного задымления. Такова легенда учений, которые прошли в детской воспитательной колонии поселка Врангель. Для безопасности ребят, отработки действий сотрудников колонии и МЧС в случае возникновения настоящего пожара, подобные занятия здесь проходят два раза в год. Только легенда каждый раз меняется. Если, не дай бог, произойдет возгорание, я думаю, наши службы, дежурные смены и подразделения на Ходкинской воспитательной колонии, все сотрудники и должностные лица готовы исполнить весь необходимый алгоритм действия. Кроме того, у нас налажено взаимодействие непосредственно с пожарной частью номер 70 МЧС, которая дислоцируется здесь же у нас недалеко от Врангеля. Условные пострадавшие – воспитанники колонии. Волонтеры пожарной бригады тоже. Однако эти ребята свою работу заслужили примерным поведением и соблюдением всех условий пребывания в режимном учреждении. Для некоторых сегодняшнее волонтерство в пожарной бригаде колонии – повод задуматься о будущей профессии. Ну, все пожарные, они как бы мужественные, смелые, сильные, спасают людей, героями их считают. По времени на пожарные учения в колонии уходит не больше часа. Но для здешних ребят и это развлечение среди монотонных будней. По итогам учений сотрудники колонии получили положительную оценку от сотрудников МЧС. Однако последние отметили, что в слаженности действий пожарных и работников есть недочеты, которые необходимо исправить. Ведь в случае возникновения реального пожара эти недочеты могут стать причиной трагедии. Налаживают взаимодействие между органами подразделения данной колонии. Как? С помощью радиосвязи. Следующие пожарно-тактические учения в Находкинской воспитательной колонии пройдут весной. Здесь уверены, что и они будут не менее успешными. Светлана Садовая, Андрей Толстихин. Новости на восьмом. В четверг, 3 октября, Московский городской суд приступит к рассмотрению апелляции на приговор экс-мэру Владивостока Игорю Пушкарева, которого приговорили к 15 годам колонии. Защита настаивает на том, что Пушкарев невиновен. Адвокаты попросили экспертов оценить нюансы этого громкого дела, сообщает авторитетный портал право.ру. Этапирование экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева активно освещали на федеральных телеканалах. Его дело тогда широко обсуждалось. Эксперты портала право.ру пишут. Как правило, такое происходит, когда получено указание сверху о необходимости возбуждения уголовного дела. И следствие хочет придать задержанию максимальную огласку, выставляя человека в качестве злостного преступника. Отметил Тимур Хутов, партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры». Перенос рассмотрения уголовного дела из Приморья в столичный суд может также расцениваться как показатель ангажированности преследования Игоря Пушкарева, считает другой эксперт право.ру Алексей Косаткин. Подобный механизм, одобренный Конституционным судом, по моему мнению, может расцениваться как средство манипулятивного воздействия на стороны уголовного судопроизводства, отметил Косаткин. Похожие мнения высказал и Сергей Романов из столичного адвокатского бюро «Романов и партнеры». Вопрос о переносе дела Пушкарева в Москву, по словам эксперта, оказался настолько острым, что для его разрешения потребовалось даже одобрение Конституционного суда, которое не было единодушным. Адвокат Игорь Пушкарева настаивает, что обвинение некорректно интерпретирует факты незаконного предпринимательства экс-мэра. Перед тем, как возглавить город, Пушкарев создал свою собственную бизнес-империю – крупнейшую в Приморье группу компаний по производству цемента и строительных материалов. После вступления в должность, вопреки закону, он не смог отказаться от управления собственным бизнесом. Защита уверена, что действия Пушкарева нужно оценивать по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». Также защита утверждает, что действия Пушкарева не принесли МУП «Дороги Владивостока» и городскому бюджету ущерба. А компания «Восток-Цемент» Пушкарева, напротив, в результате взаимодействия с МУП «Дороги Владивостока» понесла убыток в 900 миллионов рублей. Запрашиваемые 15 лет – приговор очень суровый. Срок за умышленное убийство начинается с 6 лет. Я надеюсь на снижение срока наказания. Может быть исключение статьи по взятке. По аналогичным делам это от 8 до 10 лет, а 15 – это два убийства. И не такое уж громкое дело было. Не за руку взяли, как некоторых. Отметил адвокат Андрей Князев, председатель адвокатского бюро, комментируя дело Пушкарева. Еще раз напомним, что 3 октября Московский городской суд рассмотрит апелляцию защиты экс-мэра Владивостока. Во Владивостоке проезд в автобусе и на электротранспорте в ближайшее время резко подорожает. Такое решение было принято 23 сентября на заседании Владивостокской городской комиссии по вопросам регулирования цен на перевозки пассажиров. Цена за проезд в городских автобусах будет составлять 28 рублей. За поездку на трамваи, троллейбусы и фуникулеры нужно будет заплатить 20 рублей. Мы считаем, что это было необходимо в связи с тем, что было очень много обращений перевозчиков. Запросы были у нас 34, ну в среднем так было и побольше. И поэтому практически месяц мы проверяли все предоставленные документы. И на сегодняшний день мы можем сказать очень ответственно, что вот эти 28 рублей перевозка именно в автобусах, она экономически обоснована. Это и реальное повышение на топливо, дизельное в основном. Это у нас увеличение стоимости запчастей. Рост тарифа сразу на 5 рублей, 4 рубля и 6 рублей соответственно объяснили расходами транспортных предприятий на хозяйственные нужды, а также необходимостью обновления парка общественного транспорта. Тем временем первая партия автобусов, которые закупили на выделенные из краевого бюджета средства, пришла во Владивосток. Сегодня на территории предприятия в Попад-1 находятся 14 автобусов. Их проверили на техническое состояние, чтобы передать на баланс города. Все автобусы отечественного производства и уже успешно зарекомендовали себя в других городах России. Наша съемочная группа оценила качество нового общественного транспорта. Идеальное состояние двигателя, салон предназначены в том числе и для людей с ограниченными возможностями автоинформатор. На предприятие в Попад-1 поступила первая партия автобусов. 14 новеньких машин сегодня проверяют на техническое соответствие. Все нормально здесь. Проверяем двигатель, как работает. В этом году на обновление муниципального автобусного парка из краевого бюджета выделили почти миллиард рублей. Практически все машины имеют низкий уровень пола для перевозки маломобильных граждан, оснащены оборудованием для пассажиров, имеющих ограничения по слуху и зрению. Часть автобусов оборудована системой мониторинга пассажиропотока. Весь транспорт отечественного производства марок «ЛиАЗ» и «ПАЗ». Самое главное, что они соответствуют безопасности транспортным средствам. И они очень удобны для пассажиров. Соответственно, и точно так же они удобны для пересеченной нашей местности городской. Поэтому эти, я так понимаю, поставщики и вышли специально на конкурс, чтобы именно в Владивостоке поставить это все автобусы. Вторая партия автобусов приедет во Владивосток в декабре. Также в планах на этот год – закупка двух электробусов. На их покупку выделены средства из краевого и городского бюджетов. Кроме того, субсидия из федерального бюджета позволит уменьшить стоимость каждого электробуса на 8 миллионов рублей. На городские линии новые машины выйдут сразу, как только их примут и поставят на баланс города. Олег Завьялов, Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. Скорость и качество. Олег Гуменюк оценил темпы строительства Кванториума. Люкс-тренировки. Во Владивостоке состоялось открытие нового фитнес-клуба. Целительная энергия. В фестивале Цигуна во Владивостоке поучаствовали десятки людей старшего поколения. Партнер выпуска новостей – натуральные снеки Эстбали Кешью. В сердце тропического острова Бали мы производим для вас натуральные снеки – орехи кешью, гранолу и попкорн. Орешки кешью обладают непревзойденным качеством и свежестью. Обережно собранные тропические ингредиенты – кокосы, бананы, какао-бобы и морская соль – идеально дополняют нашу продукцию, которая не содержит глютен, консерванты и искусственные добавки. Спрашивайте Эстбали Кешью во всех супермаркетах города. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Скорость и качество. Олег Гуменюк оценил темпы строительства Кванториума. Люкс-тренировки. Во Владивостоке состоялось открытие нового фитнес-клуба. Целительная энергия. В фестивале Цигуна во Владивостоке поучаствовали десятки людей старшего поколения. Во Владивостоке готовится к открытию детский технопарк Кванториум. В июне здесь были выполнены гемонтажные подготовительные работы, вывезен строительный мусор и огромное количество ненужных вещей, скопившиеся за долгие годы в помещениях. Подробнее в сюжете Евгения Черемухина. Строительство технопарка Кванториум на месте бывшего дворца пионеров идет полным ходом. Детский технопарк – это федеральный проект дополнительного образования инженерно-технического и естественно-научного направления. В Кванториуме дети от 10 лет будут обучаться навыкам инженерных специальностей на современном оборудовании под руководством педагогов-практиков. В программу обучения входят не только инженерные умения, но и навыки критического мышления, лидерства, работы в команде, тайм-менеджмента и многое другое. От сложных кадровых решений администрация Владивостока перешла к делу. Проинспектировать работы по обновлению детского центра приехал глава города Олег Гуменюк. Директор Дворца перечислила фронт работ. На объекте закончены работы по фасаду, он уже выкрашен, уже есть вывеска. Закончены работы по мягкой кровли, заканчиваются работы по жесткой кровли и монтажу зенитного фонаря. Проводятся внутренние отделочные работы, устанавливается система вентиляционного оборудования, она тоже, ее монтаж подходит к завершению. Особенно активными темпами строители прокладывают электропроводку и канализацию. Реставрация ЦДТ и реформирование его в Кванторе началось еще летом. У Олега Гуменюка осталось немало вопросов к подрядчикам. Стоит отметить, что такой масштабный капремонт впервые проходит в бывшем доме пионеров. В начале лета строители демонтировали большую часть старых конструкций, отделки и фасада. Сейчас, уверена дирекция будущего технопарка, осталось дело за малым. К слову, персонал тоже подобрали заблаговременно. Кадры обучены, кадры начинку детского технопарка подготовили. И 1 октября мы начинаем образовательный процесс. Правда, еще не на площадях Кванториума, потому что мы закончили ремонт, но на других площадях Дворца детского творчества. Строительный мусор и осколки прошлого дома пионеров вывозят ежедневно. К концу октября, начало ноября, уверены в мэрии, Кванториум откроет свои двери для детей всех возрастов, которые хотят воплощать в жизнь свои мечты и развиваться. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом. Во Владивостоке состоялось открытие нового фитнес-клуба сети «Мастер-джим». «Мастер-джим» Олимпийский – это 12 тысяч квадратных метров фитнеса по мировым стандартам. Просторные залы с лучшими тренажерами, большой бассейн и огромный спектр дополнительных услуг. В новом пространстве для фитнеса подбывала наша съемочная группа. Дмитрий Беломестов расскажет, что ждет клиентов в инновационном фитнес-клубе города. «Мастер-джим» Олимпийский – это еще один инновационный клуб от сети, заслуживший уважения клиентов. Огромный по размерам, пространство в 12 тысяч квадратных метров, клуб находится в районе столетия. В современном здании продумана каждая мелочь, чтобы гости могли не только проводить продуктивные тренировки, но и ощущать комфорт от посещения. Все самое топовое, все самое лучшее мы собирали по всему миру. И даже мы нашли, что есть один тренажер в топовом и лучшем мире российского производства. И он у нас присутствует. Спортивное оборудование действительно впечатляет. Для тех, кто предпочитает потягать железо, есть тренажерный зал с самым современным оборудованием класса люкс. Такое оборудование оценят и профессионалы, и те, кто только начал свой путь к здоровому образу жизни. Кардиозона – одна из лучших в России. В «Мастер-джим» Олимпийский представлены инерционные многофункциональные тренажеры для тренировки спортсменов разных видов спорта. А также одни из самых популярных тренажеров – лестница «Степпер» или «Климбер». Оборудование самое разнообразное. Основной упор сделан на тренажеры «Легенда». Ну и всевозможные вспомогательные оборудования разных производителей. То есть зал укомплектован, ну можно сказать, по максимуму. Для любителей кроссфит и функционального тренинга предусмотрен разнообразный спектр оборудования от премиальных марок, которое сделает тренировочный процесс увлекательным. Также в клубе большая зона боевых искусств. А любители групповых программ ждут просторные залы, где места хватит каждому. Для поклонников водных процедур «Мастер-джим Олимпийский» предлагает бассейн длиной 25 метров на 7 дорожек. У нас в бассейне есть индивидуальные занятия, есть занятия для детей групповые, также есть занятия по акваэробике и аквафитнесу. И мы обучаем детей, взрослых плаванию. Зал очень крутой, очень большие впечатления, большие объемы, много различных тренажеров абсолютно на все группы мышц. В общем, я под впечатлением. Очень большое количество тренажеров, большие площади, опять же бассейн, в котором можно после тренировки спокойно поплавать, отдохнуть. И сведение минимум вот этой карточной системы, то есть браслет, прошел, открыл, то есть все в минимуме. К удобству. Все к удобству. Добавим, профессиональные тренеры разработают для вас индивидуальные программы занятий, помогут разобраться с питанием и замотивируют не потерять настрой на спортивный режим. Персональные менеджеры клуба помогут решить любые вопросы, связанные с посещением мастер-джима, а также предложат вам специальные акции и условия. Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Фестиваль цигуна прошел во Владивостоке. Мероприятие носило соревновательный характер. Десятки людей старшего поколения выступали с номерами, составленными из движений этой китайской практики. Свою энергию ци приморцы изучают уже последние полтора года. О том, как влияет цигун на жизнь старшего поколения, расскажет Максим Яковлев. Цигун во Владивостоке уже принимают как нечто свое, родное. Хотя популярным это явление здесь стало всего полтора года назад. Именно тогда общественное движение долголетия начало привлекать в такую оздоровительную гимнастику все старшее поколение города. Постоянные тренировки и мастер-классы затронули в итоге каждый уголок приморской столицы. И теперь пришло время показать, чему научились пенсионеры за это время и какую нишу занял цигун в их повседневной жизни. Впервые в Владивостоке у нас сегодня для людей старшего возраста проходит настоящий фестиваль батл. И у нас пять команд спортсменов-пенсионеров будут соревноваться в цигун. Они будут сначала озвучивать девиз команды, название своей речевки, а потом будут соревноваться в цигун в комплексе упражнений 24 формы. Этот комплекс подразумевает собой гимнастический медленный танец. Судьи оценивают заранее подготовленную связку синхронных движений под музыку. Каждая стойка или взмах руки здесь даже носит свое название, вроде «полет журавля» или «лягушка трогает воду». Во многих странах цигун входит в различные программы омоложения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. В той же Азии секции по этой практике работают на улицах или в парках. Для старшего поколения это уже как национальная традиция. Приморцы не отстают. Бесплатные занятия, да еще и на свежем воздухе позволяют нашим пенсионерам с пользой проводить время, забывать о своих болячках и проблемах. В Владивостоке всегда говорили, вот в Китае есть, а у нас нет. Ну вот какой-то больше полтора года мы занимались, мы привлекли уже, я думаю, более 400 человек посещает наши занятия. Периодически мы устраиваем праздники, то Новый год, то 8 марта. Мы хотим не только спортом, чтобы наши любимые участники занимались, но и просто объединять их. Возможность заняться гимнастикой цигун в городе есть у всех, независимо от возраста и образа жизни. Занятия проходят на бесплатной основе и какая-либо регистрация здесь не нужна. К тому же помочь в работе со своей энергией цык смогут профессиональные тренеры. Максим Яковлев, Андрей Толстихин. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Море синее горит. В Тихом океане загорелся консервный цех на одном из крупнейших в мире плавучем заводе Петр Житников. Не угасает не только интерес. Торговый центр «Максим» снова загорелся, а в МЧС объяснили, почему огонь так быстро распространялся. Страшный сценарий. Пожар в столовой на Ходкинской воспитательной колонии для несовершеннолетних. Это легенда пожарно-тактических учений. Пополнение прибыло. 14 автобусов, которые закупили городские власти, пришли во Владивосток. Скорость и качество. Олег Гуменюк оценил темпы строительства Кванториума. Целительная энергия. В фестивале Цигуна во Владивостоке поучаствовали десятки людей старшего поколения. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала, во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток.